Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 28 декабря отмечается Международный день кино. Именно в этот день в 1895 году продемонстрировали первую кинокартину под названием «Прибытие почтового поезда». Это произошло в парижском Гранд-кафе на бульваре Капуцинок благодаря братьям Люмьер. Ну а что интересного произошло в Десногорске, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Ученики атом-класса поделились впечатлениями о поездке в международный лагерь. Задержанный с поличным в Смоленске попытка сбыть синтетические наркотики увенчалась провалом. Я испытывал радость за то, что я все-таки получил награду, ну и какую-то гордость за себя. Умницы и умники в Десногорске наградили призеров творческого конкурса. Мне кажется, такие мероприятия нужно устраивать каждый год и желательно почаще. Мама, папа, я – спортивная семья. Спартакиада для всей семьи прошла в Десногорске. В Смоленске наградили победителей и призеров рейтингового соревнования среди промышленных предприятий региона. Всего в отборе приняли участие около 50 организаций. Уже седьмой год в конкурсе участвуют предприятия, продукция которых заслужила признание как в России, так и за рубежом. Участники соревновались по шести производственным группам – машиностроительного, металлургического, приборостроительного комплексов, предприятия деревообработки и производства товаров народного потребления легкой промышленности. Всего в соревновании участвовали более 75 предприятий. Дипломов и наград были удостоены 11 из них. Накануне Нового года в медсанчасть номер 135 поступило современное хирургическое оборудование для диагностики и лечения методом лапароскопии. Приобретение нового эндоскопического комплекса обошлось в 2 миллиона 680 тысяч рублей. Проект профинансировала Смоленская АЭС, филиал концерна «Росэнергоатом». Департамент Смоленской области по здравоохранению просит льготников не беспокоиться об обеспечении лекарствами на время новогодних праздников. Общая сумма лекарств превышает 80 миллионов рублей, и их хватит на два месяца. Информация о пунктах отпуска в Смоленске и области размещена на сайте Департамента здравоохранения. Там же указана информация об ответственных лицах и медицинских организациях, которые участвуют в программах льготного лекарственного обеспечения. По инициативе госкорпорации «Росатом» в средней школе номер три работает «Атом-класс». За примерную учёбу и другие достижения учеников ежегодно поощряют путёвками в оздоровительные центры. В этом году ребята побывали в лагере «Артек». Подробности в нашем сюжете. В «Атом-классе» обучаются талантливые дети, которые желают получить знания из области естественных наук, математики и физики. Ежегодно эти ребята в результате конкурсного отбора имеют возможность попасть на профильную смену в детские оздоровительные лагеря. Для этого им необходимо сделать презентацию. Мы прикрепляли свои достижения за последние три года. Там был целый слайд, посвящённый школе «Росатома». Например, у меня были такие конкурсы, как «Портфель пятёрок». Я участвовала в четвёртом сезоне школе проектов. На последнем слайде мы писали, почему именно я поеду. Четырём десногорским школьницам Полине, Карине, Елизавете и Анастасии представилась возможность не только хорошо отдохнуть в известном лагере «Артек». Они также получили стимул к развитию своих технических способностей, деловой логики, познакомиться с новыми интересными людьми. Я узнала столько всего, столько всего нового о стольких местах, которые мы изучали только на уроках истории. Как, например, город-герой Севастополь, где мы побывали на сетевом образовательном модуле по обществу знанию. Параллельно участницы ходили в школу при лагере. Четыре урока в день – математика, физика, химия и русский язык. Всё проходило в форме экспериментов. Девочки отметили высокий уровень подготовки других участников. «Там дети очень умные, талантливые. То есть, когда мы защищали эти проекты, там даже сидели эксперты с МГУ, с университета имени Лобачевского. То есть, вот они оценивали нашу работу». Конкурсная жюри школы «Росатом» смотрит портфолио ребят и определяет тех, кто отправится в лагерь. «Это смены не только оздоровительные, но и обучающие. Ребята совмещают обучение с прекрасным отдыхом на берегу Чёрного моря, на южном берегу Крыма». Все участницы проекта получили незабываемые впечатления и колоссальный опыт. «Я хочу выразить благодарность за то, что мне предоставилась такая возможность побывать в таком замечательном месте, как Артек». Госкорпорация «Росатом» делает всё для того, чтобы воспитать новое поколение специалистов атомной отрасли. И поездки в оздоровительные лагеря – это награда за их кропотливый труд. Они вызывают неподдельный интерес школьников к углубленному изучению профильных предметов. В начале 2019 года в Гагарине начнёт работу стационарный автоматизированный пост контроля атмосферы. Пост позволит осуществлять непрерывный мониторинг качества воздуха, проводить анализ содержания в нём вредных веществ и вести контроль за воздействием на окружающую среду выбросов промышленных предприятий. На улицах Смоленска двое местных жителей занимались незаконным распространением наркотиков. Недолго такой способ заработать денег очень скоро потерпел фиаско. Сотрудники полиции задержали наркокурьеров на месте преступления. Подробности далее. Правоохранители задержали преступников в момент осуществления закладки. Ими оказались 22-летний молодой человек и его девушка. В ходе личного досмотра у подозреваемых обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых пакетов с кристаллическим веществом белого и синего цвета. Все изъятое отправили на исследование. Экспертиза подтвердила, что это N-метилэфедрон – синтетический наркотик массой 60 грамм. Стоимость одного пакетика этого яда равна 3000 рублей. Подозреваемых доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Задержанные пояснили, что реализовывали наркотики через закладки, приобретая их бесконтактным способом. В настоящее время Следственным управлением МВД России по Смоленской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьями Уголовного кодекса Российской Федерации о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Смоленские десантники вспомнили героя Советского Союза, легендарного командующего воздушно-десантных войск Василия Маргелова. В честь 110-летия героя к его бюсту возложили венки и цветы. Памятник установили в мемориальном комплексе воинов-интернационалистов в областном центре в сентябре этого года. У Маргелови слагались стихи и песни. Его роль в развитии воздушно-десантных войск неоценима. 26 декабря в Десногорском дворце молодежи прошла церемония награждения победителей и призеров творческого конкурса, посвященного Смоленской атомной электростанции. Как это было, смотрите в сюжете. Едва лезть выше из наслаждений, как наслаждение творить. Эти слова классика приходят на ум, глядя на юные, но увлеченные и вдохновленные лица. Талантливые ребята из школ и учреждений дополнительного образования Десногорской Рославля представили свое видение Смоленской АЭС и атомной энергетики в целом. Приветствовал конкурсантов начальник отдела управления информации Смоленской АЭС Роман Петров. Конкурсы ежегодные проходят уже в 17 раз. Организаторы идут в ногу со временем и вводят новые номинации. Литературные работы и мультимедийные проекты дополнили уже привычные рисунки и поделки. Всего более 90 работ. Все призеры получили дипломы и подарки от Смоленской АЭС. Более 20 работ отмечены поощрительными призами. Мы с моим другом Михаилом Давыденковым делали видеоинтервью о том, как ростовчане относятся к атомной энергетике, ну в частности к атомной электростанции Смоленской. Я испытывал радость за то, что я все-таки получил награду, ну и какую-то гордость за себя, то, что я чего-то достиг. Благодарственными письмами также отмечены педагоги, которые помогали ученикам в подготовке к конкурсу. Мы уже седьмой год участвуем в этом конкурсе и число участников нашей школы растет с каждым годом. Возрастная группа у нас все молодеет в нашей школе, то есть деточки от самых маленьких подготовительных групп становятся участниками данного конкурса. Это необыкновенные дети, которые очень активные участники всех конкурсов, акций, фестивалей. С такими детьми интересно работать. Мероприятие закончилось памятной фотосессией для участников конкурса и их родителей. Конкурсные работы размещены в выставочном зале Историко-Крайовеческого музея Десногорска до 18 января 2019 года. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. 24 декабря состоялся спортивный праздник для всей семьи. В дружественной борьбе не было места неспортивному поведению и обидам. Напротив, это тот редкий случай, когда важно именно участие, а не победа. Подробности в нашем сюжете. Весело и красочно открылся праздник для детей и их родителей «Спортивная семья». Арена физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» приняла всех желающих посоревноваться в ловкости, скорости и спортивном азарте. Две команды, родители и дети, готовы состязаться во имя здорового образа жизни и семейных ценностей. Организатором праздника выступил Центр спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом». А специальные гости сказали напуственные и вдохновляющие слова участникам соревнований. Я хочу сказать всем спасибо, что нашли эти полтора часа, чтобы прийти в зал вместе с нами сегодня поиграть в новогодний родительский баскетбол. Я думаю, у нас вырастет здоровое, крепкое и самое важное настроение именно в любви к отечественному поколению. Мы показываем всем жителям Десноборска, как необходимо проводить свое время. Город Десноборск все-таки является самым спортивным городом в Смоленске области. Мы не раз подтверждали это, будем подтверждать в предыдущем. Спартакеада проводится уже третий год и с каждым годом участников становится все больше. Многие родители признаются, подобные мероприятия – прекрасный способ для семейного досуга. Эстафеты, соревнования по легкой атлетике и баскетболу. Каждый найдет что-то по душе. Мне кажется, такие мероприятия нужно устраивать каждый год и желательно почаще. Замечательная, теплая, дружественная, спортивная атмосфера. Все очень хорошо. Спасибо организаторам. Динамичная игра, радостные возгласы и счастливые лица. Обе команды достойны похвалы и не готовы уступать сопернику. Но решение судей было принято всеобщим одобрением – победила дружба. После соревнований участники делились впечатлениями за праздничным столом. Мамам подрастающих герою с любовью приготовили домашние угощения. Без сомнения, подобные праздники необходимы для развития современного и спортивного поколения горожан. Перенимаем опыт. Хотим, чтобы у нас такое что-то было. Очень позитивное отношение. Такая вот семейственность, я могу сказать, очень мне понравилась. Состояние молодежи и тяга к занятиям физической культуры, прежде всего и спортом, напрямую зависит от нас, от взрослых людей. Очень важно сегодня показать, что физическая культура, в первую очередь, это модно. Если мы будем это показывать, не прививать, то молодежь будет с большим удовольствием к нам приходить и вместе с нами это делать. Наша жизнь постоянно меняется. Меняются предпочтения, вкусы, мода. Но мода на спорт, похоже, не пройдет никогда. Спорт дает энергию жизни, энергию бодрости. Занимайтесь спортом. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Розганова, Десна ТВ. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadypistv.ru. Дорогие телезрители, поздравляем с наступающим Новым Годом! Желаем, чтобы Новый Год стал для вас успешным и насыщен хорошими событиями, знакомствами и возможностями. Пусть в душе всегда цветут цветы, а глаза, если и плачут, то только от счастья. Желаем здоровья, мира, удачи и благополучия. Пусть этот год станет годом сбывшихся надежд и ожиданий. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго!